Пришел, очистил, победил. В субботу ивановцы снова сыграли в чистые игры. Экологический квест уже стал традиционным. На этот раз участники убирались и состязались на берегу Уводи. Участники у нас сегодня молодежь из различных общественных организаций. С нами есть имка, с нами есть молодежка ОНФ, есть у нас две команды субкультуры анимешники. И еще есть две команды ребят тоже молодых и перспективных. Зарегистрироваться было совершенно несложно физически, но возможно сложно морально, потому что последнюю неделю было очень холодно. И многие, кто хотел изначально поучаствовать, они побоялись, что они просто здесь замерзнут. Опасения, к счастью, не оправдались. Погода в субботу выдалась для активности на свежем воздухе идеальная. Когда делаешь хорошее дело, то, наверное, Бог видит и посылает хорошую погоду, вот как и сегодня. Я это не первый раз наблюдаю, когда на субботник вроде бы вчера было холодно, и дождик и ночью, и завтра будет холодно, а сегодня вот хорошая погода. Для того, чтобы мы могли во время этой хорошей погоды сделать что-то доброе. Правила просты. После сигнала к началу соревнований нужно собрать как можно больше мусора. На все про все два часа. После жюри посчитает каждую единицу мусора и назначит команде определенное количество баллов. Так и определят победителей. Есть также номинация «Артефакты». Специальная награда за самую необычную или ценную находку. Организаторы постарались создать легкую молодежную атмосферу, чтобы убедить, уборка не повинность, а приятное времяпровождение с друзьями. Первая фишка этого проекта – это использование современных технологий. У всех есть приложения, где они могут отслеживать рейтинг и смотреть на карту. Второй момент – это соревновательный элемент, потому что они сдают мусор различных категорий, то есть пластик, стекло, металл, общий мусор за баллы и соревнуются между собой. И третья фишка – это творческая составляющая. После того, как весь мусор будет убран, ребята ждет концерт тоже от молодых исполнителей и интерактив в виде игротеки. И пока мы с организаторами подводим итоги и считаем баллы, ребята развлекаются. Именно это цепляет, потому что это не просто уборка от забора до обеда. Это действительно интересное соревнование. И это приносит результат. Ежегодно в забег за чистотой включаются все больше участников, считая чистые игры увлекательной альтернативой традиционным нафталиновым субботникам. И, конечно, город становится чище. На этот раз за два часа участникам удалось собрать 62 мешка мусора. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.